Спасибо вам большое, Александр Юрьевич, за то, что пригласили меня участвовать в круглом стадии в Бурге. К сожалению, очень мало исследователей по Русской Америке. В основном занимаются Дальним Востоком, но не затрагивают американский континент. И сегодня я, наконец-то, в среде увлеченных людей. Спасибо вам большое за соприкосновение с этой областью. Конечно. Я бы хотела рассказать сегодня про то, откуда берется эти истоки сохранения православия сегодня. Сегодня жители людских островов называют православную церковь Алиутская, православие в конно-религии Алиутов. И в настоящее время очевидно, что православие не просто сохраняется в американском регионе, а развивается. Несмотря при этом на активную миссионерскую деятельность протестантской церкви в 20 веке в этом регионе. Поэтому попытка выявить причины, факторы, которые способствовали восприимчивости автохтонных к православию, является актуальной задачей. В большинстве отечественных и зарубежных работ по истории Русской Америки вопрос устойчивого интереса к русской культуре больше или меньше степени неизвестен. Но полноценной работы по этому вопросу нет. Например, митрополит Климент в качестве одной из причин успешного проникновения православия в сознание и образ жизни автохтонов отмечает отсутствие сформированного вероучения у автохтонов к моменту прибытия в регион первых промысловых экспедиций во второй половине 18 века. Он указывает, что бытовая жизнь автохтонов регламентировалась не столько культовыми традициями и догматами, сколько нравственными нормами, которые имели точки соприкосновения с христианской этикой. И таким образом отсутствие четкой системы религиозных воззрений и одновременно наличие высоконравственных ориентиров у автохтонов создавало среду для успешной миссионерской деятельности в этом регионе. И вместе с тем в этих недооформленных учениях мы находим множество схожих черт с христианством. Например, алиуты с острова Адхи верили, что все обитатели островов произошли от одной пары, которая с неба снизошла на остров Танак. Они также верили, как индейцы-тлинкиты верили, что за все мирские дела они будут либо вознаграждены, либо наказаны. В свою очередь, индейцы-тлинкиты, также познакомившись с христианской верой, не обнаружили каких-то моментов, которые бы рушили существующую в их сознании систему мироздания. Например, они верили в верховного бога Эля. В качестве другого немаловажного фактора, который повлиял на быстрое восприятие новой религии, алиутами этнограф Липунова и американские исследователи Лидия Блэк указывали то обстоятельство, что первыми наставниками в православной вере были русские промышленники, то есть люди простого звания – посадские, казаки, крестьяне. И это очень важный момент, что именно не люди духовного звания, потому что промышленники передавали основы русской веры не в ее ортодоксальном каноническом варианте, а в народном виде, что было очень понятно и легко усваивалось автохтонами. Кроме того, российские промышленники создавали определенный фундамент для развития будущих дружественных отношений русских с жителями Америки, и это тоже откладывало определенный отпечаток на формирование устойчивого интереса к русской культуре. В частности, российские промышленники старались обращаться с автохтонным населением дружественно, уважительно, без оружия, применяя его только при необходимости, селились рядом с автохтонами, старались воспринимать их культуру. И, например, использование промысловых обычаев автохтонов российскими промышленниками также, с одной стороны, было выгодно самим промышленникам, чтобы организовывать эффективную промысловую деятельность, но, с другой стороны, и способствовало формированию взаимоотношений между автохтонами и русскими, поскольку автохтоны, видя уважительное отношение к ним со стороны российских промышленников, также проявляли интерес к русскому человеку и к русской культуре. И промышленники обращали в православие всех желающих аборигенов, и первыми, например, мы знаем, что крестили в 40-х годах промышленники Адриан Тостых и неводчиков. Конечно, несмотря на то, что в деле крещения промышленниками двигали вовсе не миссионерские побуждения, а их собственные корыстные интересы, поскольку через крещение создавалось своеобразное промысловое партнерство, что было им очень выгодно, тем не менее автохтоны проявляли интерес к русской православной церкви. И вот именно в этот период, в промысловый период освоения Аляски, сформировался устойчивый интерес к русской духовной культуре, даже несмотря на то, что сам процесс происходил достаточно стихийно. Интересно, что, по мнению некоторых исследователей, туземцы интересовались русской культурой как культурой более высокой цивилизации. Например, историк Сволич называл процесс обрусения как естественным результатом соприкосновения примитивных племен с единственной непосредственно доступной им культурой, которой они не могли противопоставить собственных исторических ценностей. Но такая постановка тезиса о превосходстве русской культуры над туземными культурами является необоснованной. Интерес к русской культуре со стороны автохтомов действительно наблюдался, но как раз не через призму соприкосновения с более развитой цивилизацией. Особенность русского периода истории Аляски заключается как раз в том, что русские промышленники, миссионеры не стремились насадить русскую культуру и заставить автохтомов изменить их образ жизни в соответствии с европейскими традициями. Напротив, интересовались их культуры, перенимали их культуру. И когда первые промышленники приезжают и поселяются на Аляске, они понимают, что их культура, наоборот, примитивна и недействована в этом суровом Аляскинском регионе и перенимают особенности жизни автохтонов. Кроме того, уже в XIX веке русские миссионеры, обучая христианской морали автохтонов, будут уделять особое внимание изучению и сохранению национальных культур. И в результате этого активного взаимодействия двух культур сформировался определенный синтез двух культур – русско-алиутская культура. Этот феномен сохраняется сейчас. Другим фактором, который способствовал успешному проникновению в православие и сознанию образа жизни автохтонов, является привлечение к процессу распространения русской духовной культуры автохтонов-мирян. Почему это важно? Потому что автохтоны-миряне передавали основу православия на понятном автохтонном языке и своим личным примером вдохновляли соплеменников на местах принимать православие. Это выражалось, например, в период освоения Аляски очень популярным среди промышленников практикой взятия аманатов. Они изымали детей, воспитывали в русской культуре, крестили и возвращали обратно в Америку. И впоследствии они становились, конечно, замечательными переводчиками, помогали промышленниками в их деятельности, но и затем привлекались либо миссионерами к духовно-просветической деятельности, либо сами на местах проводили проповедническую деятельность. И тут известен Алиут Иван Глотов, который был крещён во время экспедиции Степана Глотова. Он познакомился с русской культурой на Аляске, а затем уже на острове Мнак и небольших полиганчих островах распространял православие на понятном том формате, в котором оно было доступно ему, и даже построил первую часовню на острове Мнак Святого Николая, где совершались богослужения в отсутствии священника, естественно, поскольку только в конце XVIII века появятся первые священники. Важным фактором, также способствовавшим проникновению православия в сознание образ жизни автохтонов, являлся менталитет автохтонов. Например, Алиуты обрадали теми добродетелями, которые воспитывают христианство в своих адептах. Например, они обладали добрым сердцем, которым была чужда зависть, вражда, кровожадность. И Алиуты считали, например, постыдным хвастаться или жадничать при делении добычи. Это тоже откладывало отпечаток на восприимчивость к православию. Кроме того, Алиуты в целом отличались искренним благоговением в приятии веры. И их усердное держание поста, при этом совмещение поста отказа от пищи с еще молитвенным деланием, их усердие в молитве восхищало не только российских промышленников, но иностранных путешественников. Например, Джон Ледерт указывает очень интересное впечатление о том, как ночью камчедалы Алиуты вместе с русскими промышленниками молятся. И очень трогательные цитаты из сочинения Иннокентия Вениаминова о том, как Алиуты не сдвигались с места во время всей литургии, а после литургии на холодном полу оставались отпечатки от их стоп. Они не перемещались во время службы. Но, естественно, такие члены и схемовы с легкостью усваивали догматы православия, ведь христианская церковь как раз и воспитывает эти качества в своих последователях. Важным фактором завершающего мое выступление является, естественно, особенности русской миссионерской работы в этом регионе. Миссионерская работа русско-православной церкви является... По ей деятельности русские миссионеры следовали заветам Стефана Пермского. Всякое насилие в деле обращения исключалось. Наставлять нужно было только словом, вдохновлять своим личным примером. И миссионеры особенное внимание уделяли также проповеди основ православия на понятных автохтонном диалектах. В первую очередь они изучали автохтонные языки, или, если не было такой возможности, привлекали к деятельности переводчиков. И проповедовали христианское учение уже на местных диалектах. Кроме того, уделяли особенное внимание разработке письменности. Нравственное поведение миссионеров, просвещение лишь словом, наставление лишь добрыми делами, все это способствовало проявлению еще большего интереса к русской духовной культуре, к русскому человеку, русской православной церкви и России в целом. Таким образом, завершая свое выступление, я просто еще раз перечислю все основные факторы, которые на настоящий момент выявлены в отечественной и зарубежной стереографии. Целый комплекс факторов способствует формированию устойчивого интереса к русской духовной культуре. Именно регламентация жизни автохтонов не столько культовыми традициями, сколько нравственными нормами, которые были схожи с христианскими ценностями. Кроме того, отсутствие сформированного вероучения, знакомство с православием через русских промышленников, которые передавали учения в народном варианте, привлечение к процессу распространения православия в тактонах мирян и, конечно же, особенности русской миссионерской деятельности. И весь этот комплекс факторов сделал христианское учение понятным для народов Аляски, благоприятство лучшему усвоению догм православия местными жителями и способствовал формированию автохтонов населения североамериканского континента того самого устойчивого интереса к русской духовной культуре, которую мы наблюдаем сегодня. Спасибо. Спасибо, Настя, за ваше выступление. Вы умудрились за продолжительное время нам доложить основные моменты. Я отмечу, что мне особенно понравилось, что вы делили работу Джона Ледиарда, и это говорит о том, что вы привлекаете с вами разные источники. Отметили вы и Стефана Пермского, что также является очень важным в изучении православия. Я вижу, что сейчас это у нас направление о просвещении, православии и, в общем, духовном окормлении этих территорий получает новый импульс. И я непременно об этом скажу владыке Клименту при нашем разговоре, что у нас уже, собственно говоря, развивает целое направление. И я хочу вам пожелать успехов. Надеюсь, что вот то, что вы прочитали в ваших работах, вы увидите на Аляске какое-то непродолжительное время. И мы будем поддерживать с вами связь. У вас есть наши контакты. И вот вы видели, до этого Паша выступал. Надеюсь, что вы тоже, так сказать, обменяйтесь вашими впечатлениями. Видите, похожи очень темы. И у нас будет такое, знаете, молодежное направление по изучению данной темы. Так что вам спасибо. Оставайтесь с нами на связи. Надеюсь, для вас было это интересно послушать. Правда?